Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары и загорания спасатели совершили около 2300 выездов. В ходе боевой работы из опасных зон работниками МЧС были спасены и эвакуированы более 650 человек. 32 человека, из которых один ребенок пострадали. На пожарах уже погибли 9 граждан. Одну жизнь забрал огонь на минувшей неделе. Далее подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В начало недели омрачилась той самой трагедией, унесшей жизнь мужчины. В ночь с понедельника на вторник открытым пламенем горел одноэтажный дом в частном секторе в районе Грушевки. В здании никто не жил. Электричество и газ были отключены, но непрошенные постояльцы туда иногда наведывались. Когда пламя наконец усмирили, под обломками работники МЧС обнаружили обгоревшее тело. Как было установлено позже, жертвой пожара стал 48-летний мужчина без определенного места жительства. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В то время как одни спасатели тушили пожар на улице Грушевская, другие проводили работы по срезанию арматуры для дальнейшей госпитализации в больницу 79-летнего мужчины. По невыясненной причине на улице Куйбышева пенсионер выпал из балкона собственной квартиры, расположенной на втором этаже. При падении он получил проникающее ранение бедра арматурой, торчащей из земли. Минск чрезвычайный. Еще одно ЧП произошло в столице во вторник. Утром на улице Матусевича на ходу загорелась Ауди 80. Машина была оборудована газовым баллоном. Оперативно прибывшие на место спасатели сумели предотвратить взрыв и потушить автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Предполагается, что ЧП вызвало короткое замыкание электропроводки под панелью приборов авто. В субботу поздно вечером нетрезвый крюльщик устроил пожар в собственной квартире на проспекте Рокоссовского. В трешке, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного дома, загорелось имущество в коридоре. Прибывшие спасатели пожарные ликвидировали загорание. В результате пожара повреждено имущество, дверные блоки, закопочена квартира и, самое главное, пострадал сам виновник ЧП. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован в больницу. Задумается ли после случившегося 62-летний мужчина над своим образом жизни? Ведь курение, особенно когда попутно употребляется спиртное, удовольствие сомнительное. В состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности и люди рискуют стать погорельцами. Да и статистические данные не обнадеживают. Более 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя. Это тот самый прибор с громким звуковым сигналом, который сообщает о появлении задымления и может предотвратить беду. С начала года 96 жителей нашей страны спаслись именно благодаря АПИ. Из этих спасенных 27 дети. В ночь с суббота на воскресенье именно сработавший автономный пожарный извещатель помог предотвратить трагедию. Около часа ночи курение в постели 40-летней нетрезвой хозяйкой стало причиной пожара в квартире на улице Маяковского. Соседи с вышерасположенного этажа, услышав звук извещателя, незамедлительно позвонили в дежурную службу МЧС по номеру 101. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали загорание. К счастью, никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. А в заключении хотелось бы напомнить, что по статистике причиной каждого шестого пожара в Белоруссии является нарушение правил пользования электрическими приборами. В осенне-зимний период в жилье тех или иных граждан в ход частенько идут обогреватели. Чтобы не стать погорельцем, МЧС рекомендует при эксплуатации электрооборудования соблюдать меры безопасности. Перед тем, как пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию. Не оставляйте электрообогреватели включенными без присмотра, в том числе на ночь. Обогреватель, как и любой другой электроприбор, необходимо установить на расстоянии от занавесок и мебели. И, конечно, не стоит сушить на них вещи. На этом сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока. Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.